насчет дополнительного балла за тест что я могу сказать себе я постараюсь руководство какая существует система премирования да за за тесты стараюсь узнать стараюсь узнать добрый день слушатели курсов напомню меня зовут дмитрий федорович вот мы сегодня с вами поговорим о металлах тема безусловно важная тема безусловно важная так по поводу вашего вопроса сергей я пока не в курсе постараюсь стараюсь выяснить этот вопрос я не в курсе деталей это был какой-то ну хорошо давайте в конце лекции я постараюсь несколько минут уделить этому вопрос вернемся к нему хорошо договорились итак начнем с небольшой общей характеристики металла что мы знаем о металлах ну прежде всего наверное металл надо сказать и металл что это наиболее электроположительными то есть на внешнем электронном уровне внешнем электронном слое у них находится в целом от одного до трех электронов как правило то есть у щелочных естественно один электрон с электрончик до щелочных земельных 2 из электрона дальше начинаются п элементы но если говорить о висмуте вот здесь презентация указана это 5 конечно надо понимать что буду четырех валентами висмут проявляет в своих соединениях демонстрируют действительно свойства не металлов вот и при переходе из металлического связанное состояние приходится в трех валент на состояние но уже будучи в пяти валентом состоянии вот например взять висмут от ием да то есть молотова это сильный окислитель это все-таки остаточек пусть не существующий но все-таки слабый висмутовой кислоты то есть многое будет зависеть от валент от валентного состояния полонита чаще даже растворяясь в кислотах переходит в двух валентное состояние то есть наиболее устойчиво состояние валентное для полонита 2 и 4 6 конечно максимум то есть о металлах мы говорим как о элементах или электроположительных элементов которые отдают внешние 1 2 3 электрона но есть безусловно четырехзарядные катион металл вот причем прочная связь этих внешних электронов относительно небольшая и отдают они достаточно легко эти валентный электрон вот отсюда вытекает один очень важный вывод то что будучи электроположительными эти элементы металлы они прежде всего то есть легко то что они легко отдают своего лента электроны проявляют прежде всего хорошо выраженные восстановительные свойства наверное это такая красная нить который пройдет через всю нашу сегодняшнюю лекция что касается кристаллической решетки она особого типа металлическая и наличие электронного газа то есть об обществленных электронов которые если мы перейдем к следующему слайду вот секундочку наличие об обществленных электронов конечно сообщает металлам электро хорошие электропроводные свойства другим неотъемлемым признаком до металлического состояния является наличие металлического блеска металлы являются хорошими проводниками не только электрического тока но и проводник обладает хорошими теплопроводными свойствами вот являются многие металлы твердые есть достаточно мягкие металлы взять калий натрий то конечно они мягкие металлы ковки многие металлы обладают способностью волочиться из них волокут проволоку это безусловно с точки зрения скажем так материала ведь нет очень ценное свойство по отношению к магнитным полям хорошо знаете все вещества делятся на парамагнит где магнитное зависит от того есть не парные электроны или все электроны спарены ну и конечно особое состояние ферр магнетизм ферр магнитными например металл свойствами обладают железо кобальт никель то есть металлы если вообще все сказано это электро положительные элементы проявляющие хорошие восстановительные свойства которые достаточно легко отдают внешние с или наряду с с и чп электроны переходя в одно двух трех иногда четырех зарядное состояние то есть с образованием катион я безусловно познакомился с тем что есть на просторах интернета и удивился удивился приятно удивился тому насколько приятно удивился обилию различных демонстрационных материалов и обобщающего плана есть очень удачные наглядные пособия скажем так таблицы обобщающего плана которые действительно суммируют свойства металлов и вот следующая табличка у меня как раз такого свойства вы прежде всего да вот просто введя в поисковую строку безусловно эта табличка есть в любых справочных материалов то есть введя в поисковую строку свойства металлов вы увидите вот такой табличка она очень удачная вот и в известном смысле позволяет ориентироваться во всем многообразии свойств металлов прежде всего на чем нужно остановиться при написании уравнений с участием металлов мы руководствуемся с вами прежде всего рядом напряжение металлов этот ряд передает в общем-то активность а металлов и не обязательно при контакте с разбавленными кислотами то есть на предмет будет выделяться водород или нет рядом напряжение мы пользуемся и написание уравнений электрохимических многих других чем обусловлен этот ряд здесь металлы располагаются в порядке возрастания окислительно-восстановительного потенциала при переходе от катиона до к восстановленной форме то есть к элементарному состоянию металлический свободного металла в общем-то хорошо известно что в левой части и в начале ряда слева располагать наиболее активные металлы щелочные и щелочные земельные далее следует ряд металлов средней активности который примыкает к водороду правее же водорода располагаются менее активные металлы вплоть до неактивных металлов благородных металлов платина золото вот в этом ряду не при значит неизменно то есть количественной характеристикой активности металла служит электро электрохимический потенциал или действительно восстановительный потенциал вот ну с этой величиной вы безусловно познакомиться наверное уже в курсе вузовском курсе химии хотя косвенно мы этот вопрос рассматривали когда прошлый раз данная теми окислительно восстановительное в теме окислительном восстановительной реакции мы сегодня коснемся безусловно этой темы потому что работающие хорошими восстановителями вот участвовать окислительно-восстановительных и так ну давайте рассмотрим такие позиции взаимодействия с кислородом в воздуху конечно мы хорошо знаем что щелочные металлы на воздухе не хранят также щелоченземельные кальций вот и хранят под слоем керосина причина банальная контакт с кислородом воздуха неминуемо приводит к кислению эти металлы нужно всячески изолировать от действий они быстро окисляются начиная с магния и заканчивая в меньшей степени это касается меди конечно остальные металлы были большинство металлов активность которых ниже медленно окисляется на на воздухе при обычной температуре вот при нагревании окисление идет быстрее и надо надо добавить особенность в присутствии присутствие пленки электролита то есть присутствие водяных паров конечно зачастую окисление идет еще быстрее то есть я хочу сказать что железо вот в атмосфере сухого воздуха до окисляется не так быстро и в то же время вот любые железные конструкции подвергаясь действий кислорода воздуха особенно во влажном воздухе очень быстро корродирует до покрывается ржавчины медь менее активный металл потихонечку да этот красноватый оттенок пропадает открывается пленкой либо оксидной либо чаще мы видим например какой-нибудь старый подсвечник или самовар он покрывается такой синий зеленый порк основных карбан основного карбонатами вот видите присутствие электролита резко ускоряет коррозию и окисление здесь конечно же участвует кислород и воздух ну и мы хорошо знаем что полу благородные металлы то есть серебро она тоже в общем-то окисляется вот но не так радикально и чего говорить о золоте и пластине эти металлы могут изделия из этих металлов могут неограниченно до хранится на на воздухе контактировать с воздухом в общем-то без какого-либо заметного окисления совершенно другое дело если эти металлы контактируют соединение содержащими йод или серу тут процесс химического взаимодействия может быть многократно ускорен взаимодействие с водой то есть вода тоже видится одним из основных до химических агентов взаимодействия по отношению к металлу взаимодействие с водой мы рассматриваем также взаимодействие с кислотами со щелочами или с ним металлами то есть это один из классических химических агентов взаимодействие с которым металлов рассматривается традиционно активные металлы вытесняют водород малоактивные металлы с трудом но все-таки вытесняют водород здесь особую категорию занимают амфотерны металла особенно активно они будут выделять водород из растворов щелочей но выделяют водород они прежде всего из воды ну и наконец неактивные металлы из водой конечно же не взаимодействие отдельно мы поговорим с вами о взаимодействии с кислотами здесь прежде всего нужно провести какую градацию разбавленные кислоты такие серны соляная то есть одно дело взаимодействие с активными металлами с выделением водорода это нам хорошо известно и металлы которые не вытесняют водород из разбавленных кислот и совершенно другой вопрос отдельно точнее заслуживает отдельного рассмотрения это взаимодействие металлов с кислотами обладающими окислительной активности концентрированной серной азотной кислотой азотная кислота в любой концентрации контактируя с металлом не приводит к выделению водород то есть взаимодействие с кислотами будет будет этому будет посвящен будет посвящено отдельно рассмотрение этого вопроса ну нахождение в природе безусловно важно но в плане подготовки тебе наверное этот вопрос как уходит на второй план чуть-чуть коснемся этого так же как и способов получения чуть ниже как получают активные мало активные и неактивные металлы смотрите-ка на просторах интернета опять же можно найти массу иллюстративного материала полезно обобщающего плана который позволяет сориентироваться сориентироваться при решении вопросов или задач которые рассматриваются в егэ да или выносится егэ металлы будучи электроположительными элементами взаимодействовать с не металлами которые относятся к категории электро отрицательных или наиболее электро отрицательных элементов пожалуйста это и взаимодействие с галогенами из кислорода вот с такими они металлами как сиро фосфор углерод бор взаимодействие отдельно с водородом с водой мы уже обговорили до активные металлы будут вытеснять водород из воды взаимодействие с кислотами отдельно будет посвящен целый раздел и и безусловно нужно иметь ввиду что часто металлы взаимодействуют с растворами солей других металлов и тут активность металлы с относительное положение этих металлов вреду напряжения безусловно играет роль пожалуйста например опустив железный гвоздь или кнопку в раствор сульфата меди мы быстро увидим как она эта кнопка или этот гвоздик они покрываются налетом элементарными то есть происходит электрохимический процесс я вот нашел такой слайд который показался мне интересно но смотрите как нему нужно опять же относиться очень осторожно большинство большинство солей которые здесь указаны сульфиды галогениды нитриды фосфиды карбиды силициды задавшись вопросом какова валентность металл или точнее зная валентность металла и соответственно валентность не металлов соответствующих соляк мы можем составить форме например карбида железа двух или трех валент силицида калия или кальция или может быть сульфида калия больших слов как сложности здесь наверное составить формулу соответствующей соли другое дело что в зависимости от условий могут получиться могут образоваться соответствующие соли которые не отвечают данной валентности ну например карбид железа выглядел каким образом двухвалентного это стало быть феррум 2c соответственно 3-х валентного феррум 3c4 но есть масса карбидов или силицидов которые не отвечают данной валентности например цементит феррум 3c конечно мы должны будем указать другую соль но тем не менее то есть при написании этих уравнений вы руководствуетесь валентности но на самом деле вот этот вопрос несколько шире да то есть могут образоваться соединения не отвечающие валентность правильно было бы сказать валентность конечно отвечать связаны с электронным строением точнее степень окисления может быть там несколько диковин и тогда возникает вопрос а как связаны между собой атомы металлов и не металл вот этот вопрос понятен вам наверное можно включить звук и ответить так будет проще ну хорошо то есть при написании уравнений металлов с не металлами нужно помнить что ну наверное с хлоридом то есть наиболее электро отрицательным элементом казалось бы сложности не возникнет но если вы возьмете не металлы электро отрицательность которых намного меньше особенно фосфор кремний бор углерод а могут образоваться соли совершенно другого состава вот вплоть до не стихиометрических поэтому картина здесь несколько может быть более сложной но вы руководствуетесь той валентности которая обычно закреплена за ну соответственно металлами не металл хорошо буквально несколько слов о способах получения металлы получают вся наверное черная металлургия основана именно на пирометаллургическом получении извлечения железа то есть это обжиг руды с образованием оксидов железа руда может быть серу содержащий период этому может быть и магнитный железняк то есть получение окислов и затем восстановление углеродом до элементарного состояния очень часто для восстановления металла того или иного цветного металла из его соединения используют более активный металл магнит реже натрий термия алюмо термический способ тоже часто используется вот правда себестоимость металла конечно возрастает потому что выплавка алюминия дорогостоящие предприятия гидрометаллургические способы иногда руду обрабатывают обрабатывают раствором кислоты это может быть и комплекс образующий агент а потом уже из раствора вытесняют данный металл ну например например и медь да то есть перевести медь нужно в раствор виде сульфата потом вытеснить железу ну и очень часто электролиз расплавов или растворов приводит нас к получению в условиях катодного процесса металлов это уже электрометаллургия очень часто электро металлургии используют для рафинирования для очистки медь можно получить черновые черновую медь можно получить пирометаллургические а потом вот эту болванку медную и и анодирует вот она растворяется а на катоде наоборот медь высаживается но все примеси остаются в растворе ну насколько я знаю вопросов связанных вот с получением металлов егэ может быть таковых и нет хотя ничто не мешает составителю поместите такого рода вопрос туда ну общую что называется канву вы должны себе представлять какие способы получения потому что даже задачка она может быть расчетная составлена именно в рамках способа получения металла ну давайте по порядку смотрите-ка другой вариант той таблички которая была представлена раньше он чуть-чуть конкретизе скажем так несколько некоторой степени конкретизирует взаимодействие таких агентов как вода кислоты соли или вот кислород с металлами в зависимости от их активный металл соответственно быстро взаимодействует или окисляются на воздухе медленно окисляются или медленно окисляются только при хранении но и при нагревании вот и если говорить о исключительно мало активных металлов благородных металлов и вовсе практически не окисляется взаимодействие с водой в первом случае случае с щелочными щелочноземельный металл он приводит к образованию гидроксиды по вытеснению водородов это хорошо знаете вытеснение водорода мало активными металлами из воды сталкивается с какого рода трудностями образуется оксидная пленка она конечно препятствует и вот мы будем говорить с вами о амфотерных металлов там оксидная пленочка в растворах щелочей растворяется это конечно резко ускоряется поэтому со щелочами именно амфотерные металлы хорошо взаимодействует не металлы мы уже вопрос рассмотрели чуть выше дабл слайд взаимодействие не металлов с металлами приводит к образованием тех или иных солей вот галогенидов сульфидов карбидов хотя конечно те же карбиды бывает как солеподобными так и так и ковалентными то есть там картина еще раз хочу сказать может быть несколько более службы взаимодействие с разбавленными кислотами наверное основной вывод который хорошо усвоили со школьной скамей это то что активные металлы находящиеся в ряду напряжений до водорода из разбавленных кислот вытесняет водород после же вот взаимодействие не отмечается не вытесняется это мы хорошо знаем однако если мы переходим концентрированной серной кислоте ниже будет слайд который конкретизирует все несколько меняется и уж совсем особняком находится азот на тут независимо от того разбавленной концентрированная идет взаимодействии с металлом вопрос даже в том не пойдет взаимодействия или нет зависимости от концентрация какого температура ну см overcome уместно будет вспомнить о явление пассивации то есть азот на кислота в любой концентрации взаимодействует а вот температура может этот процесс резко затормозить низкой температур и взаимодействие с солями в рамках электрохимических процессов мы тоже с вами вкратце рассмотрим ну давайте стараемся разобрать следующий момент разбавленные кислоты из разбавлен металлы до водорода вытесняют водород после не вытеснивать сконцентрированной серной кислоты водород не выделяется вот продуктом восстановления сульфат иона могут служить в принципе любые частички до начиная с сероводорода заканчивая сернистым газом появление серы появление серы связано с чем либо это действительно продукт восстановления сульфат иона но сера может образоваться как побочный продукт при взаимодействии сернистого газа с сероводородом уже вторичный процесс действительно когда тот же цинк гранула цинка растворяется растворить концентрированной серной кислоте можно ощутить и запах сероводорода но очень часто гранула цинка обрастает налетом элементарной серы вот у меня такой вопрос удавалось ли вам своей практике то есть знакомились ли вы с такими реакциями либо вы сами проделывали эти опыты либо хотя бы может быть видели соответствующие видео то есть как взаимодействует металлы гранулы или виде пара металл в виде порошков с концентрированным кислотом скажите пожалуйста я на можно включить звук от проще бы школе удавалось проводить такие опыты ну судя по ответу в школе не удавалось хорошо есть конечно различного рода обучающие видео а может быть в какой-то мере показано как взаимодействует кислоты концентрированные хорошо давайте перейдем дальше концентрировать азотной кислоте смотрите-ка для азотной кислоты существует градация очень разбавленная разбавленная и концентрированная кислота и во всех случаях картина достаточно сложная то есть чем более разбавлены является тем глубже идет процесс восстановления нитрата грубо говоря предельный случай медь с концентрированной азотной кислотой малоактивный металл с концентрированной кислотой процесс идет минимально возможным до и на 2 выделяется преимущественно бурый газ но стоит вам взять магниевую стружку и очень разбавленная азотная кислота выделяется уже аммиак конечно вот еще в прошлый раз мы рассматривали он не успевает выделиться идет нейтрализация мяка избытком азотной кислоты поэтому запах аммиака как такового нет образуется соль аммония если вы составите уравнение где в правой части и соль аммония или аммиак это будет одинаково оценено правильно ну с моей по крайней мере точки зрения потому что разница между двумя уравнениями только чуть чуть большем расходе азотной кислоты на нейтрализация то есть указание и аммиака и азотный и аммиака и соль аммония вполне допустим то есть эти уравнения идут скажем так оцениваются на равном и так сконцентрированы серной кислотой чем активнее металл тем глубже идет процесс восстановления то есть с наиболее активными металл с магнием с алюминиевым порошком вот конечно кальций бросить в концентрированную серную кислоту это нужно трижды подумать настолько бурно пойдет что поэтому нужно очень аккуратно это делать кусочек магний действительно у нас лабораторным практикам студенты растворяют концентрированные серны вот и стоит подержать бумажку смоченная солью либо серебра либо свинца над пробиркой вот очень быстро это и по запах ощущается очень быстро эта бумажка чернеет за счет образования соответствующих однако если металл малоактивный серебро вот медь из концентрированной серной будет преимущественно вытесняться со2 в остальных случаях возможно какая-то промежуточная картина то есть образование и преимущественно со2 вот и в то же время даже серо образуется что нужно помнить о серной кислоте на холоду концентрированная серная с такими металлами как алюминий хром железо кобальт и никель тоже они еще менее активны чем железо они взаимодействуют с родом и даже не взаимодействует и наблюдается явление пассиваться и серная кислота концентрированная это не очень сильный и слитель благородными металлами не взаимодействует то есть золотом с платиной с палладием концентрированной серна даже при нагревании не взаимодействует вот ее родственница селеновая кислота концентрированы то и намного более выраженные окислительные свойства взаимодействует и растворяет золото и платье нам гораздо больше потенциал концентрирована серная кислота окислитель ну скажем так средней активности средней силы хочу сказать не очень сильный кислить все ли на этот момент понятно наверняка попадались уравнение реакции все понятно замечательно давайте рассмотрим азотную кислоту наверное это наиболее неоднозначный случай я даже кое-что небольшую демонстрацию подготовил по каком плане совладать уравнение смотрите-ка многое зависит от того какова концентрация какова концентрация азотной кислоты и многое зависит от того какой металл с точки зрения активности то есть у нас здесь уже две степени ну собственно говоря две степени свободы были в случае случае серной кислоты я хочу сказать что учитывая то что азот в своих соединениях дает практически непрерывный ряд степени окисления различные окислы и гораздо больше чем случае серы то ситуация несколько осложняется ну вот я несколько таблиц нашел и еще нужно поместить их вот наверное наиболее полезной будет вот такая табличка смотрите-ка перед нами может быть 80 процентная кислота концентрированная мы знаем это 96 процентов ну наверно 80 тоже можно счесть рассматривать кислоту как концентрированная концентрированная 45-75 процент были умеренные по концентрации разбавленные с 10 до 40 процентов то меньше пяти процентов рассматривается как очень разбавлено а что делать с кислотой если она восьми процентами да то есть она не попадает ни в одну ни в другую подгруппу вот тогда можно заподозрить что при взаимодействии с металлом такой либо одной группы выделяется тот и другой до продукт например возьмите барий и проведите реакцию с какой ну с восьми процентной кислотой азотный можно заподозрить выделение образование соли аммония и одновременно молекулярного азота вполне вероятно то есть видите ситуация с несколько сложная по идее по идее эту табличку бы надо запомнить вот но лучше всего ее запомнить если вы возьмете и напишите на каждый случай по одному уравнению заодно и потренируйтесь это лучше скажем так это действительно можно будет запомнить табличку я хотел предложить вам следующее уравнение то есть если перед нами какой-то неоднозначный случай более того у нас есть какие-то экспериментальные данные которые позволяют говорить о том что среди продуктов не какой-то один окисл или молекулярный азот а сразу несколько продуктов как здесь быть ну например магний взаимодействует с разбавленной азотной кислоты мы без труда записываем такой продукт нитрат магния при растворении металлов кислоты прежде соль образуется вода присутствует права части а что писать среди что что присутствует в качестве восстановленной формы вот такой окиси например экспериментально установлено что образуется молекулярный азот закись азота и моноксид азот причем в соотношении 1 2 к 1 а может быть какое-то другое соотношение от условий проведения реакции многое зависит прошлый раз мы говорили с вами о методе полуреакции и вот смотрите на уровне полуреакции можно этот это соотношение без труда учесть если объемное соотношение 1 2 1 то и очевидно мольные соответственно законам авагадра мольным мольное соотношение тоже будет 1 2 к тому и смотрите-ка красненькими я от специальный а единичку мы обычно не пишем давить я указал коэффициент 1 2 и 1 то есть 1 моль молекулярного азота 2 моль закиси азота 1 моль и ну дальше дело техники закон сохранения масс смотреть в правой части у нас 222 по 24 а минуточку здесь здесь я здесь я поспешил и не учел двоечку то есть коэффициенты будут несколько другими смотрите-ка давайте меня поправим у нас в правой части n2 до 1 моль молекулярного азота 2 моль закиси азота и 1 моль и но смотрите я поспешил и сам даже ошибся давайте мы найдем ошибку в правой части азота получается у молекулярного азота 2 атома азота 2 моль закиси азота дает 4 атома азота и 1 молеку и 1 атом составе одной молекулы и но то есть получается 4 5 и 27 атомов азота соответственно в левой части должно быть никак конечно не 5 молекулы на 3 я видимо составил уравнение в расчете на эквимолярное содержание всех трех продуктов азота все-таки 2 моль то есть получается нам нужно семерочку указать перед нитрат йона вот лишний кислород мы связываем воду рассчитываем число атома водорода здесь и водорода будет другое количество и от и молекулы воды немножко другое количество ну и соответственно конечно и электронов тоже будет другое количество но смотрите-ка да со второй полу реакции проблем никаких нет магнит дает два электрона даже среда не участвует но смотрите-ка как достаточно просто мы учитываем это мольное соотношение если даже потом эти коэффициент нам придется умножить на 2 все равно соотношение мольное азота закиси азота и моноксида азота останется одним и тем же 1 2 к 1 и мы составим даже вот уравнение несмотря на такой сложный его характер этот момент вот понять и скажите пожалуйста это связано еще ведь и с темой прошлого прошлого занятия у в дарик понятно хорошо то есть давайте сделаем тогда поступим так вы поправите дома коэффициент при у нитрат лена до определитесь какое количество от значит кислорода уходит в состав воды соответственно подберете новый коэффициент для иона водорода укажите новое число электронов может оно и хорошо что я ошибся вы поправите и составите это уравнение запишите его и вот смотрите-ка казалось бы наверное не было такого раньше прецедента чтобы мы качестве составили достаточно сложное уравнение где было бы чит три восстановленные формы нитрат и иона а между тем вопрос решается на уровне метода полуреакции очень легко я бы даже сказал элегантно то есть метод полуреакции к нему я думаю что стоит возвращаться хотя бы только для хотя бы только хотя бы только для того не даже безусловно и речь идет о правильности составление уравнения в целях экономии целях экономии временем до на егэ потому что составить например ну такого уравнения может быть и не будет если будет уравнение с двумя какими-нибудь окислами азота вы тогда его даже еще быстрее составить вот и сэкономить именно за счет метода полуреакции время по моему это очень хороший подспорье что можно сказать о взаимодействии металла со щелочами ну приходит на ум только одна категория металл со щелочами взаимодействует только амфотерны и с кислотами и со щелочами момент традиционный вот на какой особенность я лишь хочу обратить внимание смотрите одно дело в расплаве тогда образуются например метацинкаты металлюминаты мы вот в такой форме действительно записывали и сейчас записываем да то есть в рамках школьного курса но что происходит в реакции происходит в растворе фактически вот алюминий и цинк вытесняют очень слабо взаимодействует водород вытесняют из воды то есть эта реакция происходит очень медленно мы это чуть выше отметили да но стоит добавить щелочь и соответствующий гидроксид алюминий цинка переводится в растворимое состояние виде комплекса то есть комплексная тему комплексные соединения здесь тоже имеет смысл как-то и вспомнить и подтянуть вот правильнее во всех отношениях именно записать комплексный гидроксид алюминия цинка хрома вот между тем стихиометрия конечно остается той же самой то есть соотношение между металлом и вытесненным водородом останется независимо от того в какой форме вы напишите продукт окисления до металл в виде мета алюминаты или комплекса гидрокс алюминат этот момент понятен школе вот реакцию в раствор между раствором щелочь и алюминием вы как записывать или цинка с указанием комплексного соединения или наподобие реакции протекающие в расплаве ну что ж понятно видимо несколько запаздывает тема комплексные соединения возможно что она самостоятельное рассмотрение ну могу лишь сказать что тема комплексные соединения если вам придется и уверен что придется изучать неорганическую химию вот тема комплексные соединения может даже превалировать то есть комплексные соединения где только не образуется ну постарайтесь все-таки иметь ввиду вот такую форму записи виде комплексного соединения может быть надо потренироваться этим моментом проще совладать потому что стихиометрия между то есть между металлом вытеснив водородом остается разница между тем и другим уравнением только лишь на величину молекул воды но это предстает уже в виде того или иного количества гидроксид ионов которые содержатся во внутренней координационной сфере то есть добавьте добавьте две молекулы воды к калий алюминия 2 и вы получите калий алюминию h4 может быть это несколько облегчит понимание но все-таки строение конечно комплексные частички надо бы рассмотреть соль и металл безусловно у нас более активный металл есть он контактирует с раствором соли менее активными металла будет вытеснять этот менее активный металл ну вот тот же тот же железный гвоздь если выпустить раствор медного купороса он покрасить вот или можно взять другой пример на медную плату на медную плату если нанести раствор флорида железо трехвалентом железо трехвалентный перейдет в двухвалентное состояние имеет перейдет в раствор виде флоридами раньше электрохимические электротехнические платы так и изготавливали то есть опять же в помощь вам ряд напряжений металлов пожалуйста смотрите на как как расположены какое-то носительное расположение если конечно они соседствуют до реакция так уж бурно протекать не будет чем больше разница до чем больше чем дальше отстоят эти металлы тем активнее будет процесс потому что от этого зависит электродвижущая сила этого процесса опять же это был об этом мы говорили в рамках овр ну и дабы не быть называется голословным я несколько нашел примеров из тех заданий которые наверное являются типовыми где рассматривается взаимодействие взаимодействие металлов с теми или иными агентами с водой со щелочами с кислотами причем концентрированными разбавленными разбавленными серной соляной или азотной со щелочами насколько вот я просматривал эти задания мне показалось самым главным здесь просто попытаться рассуждать если вы начнете рассуждать это самое главное вам тогда уже гораздо будет легче определиться с правильным ответом давайте посмотрим восьмое задание я нарочно не стал прикреплять ответы до что мы просто рассуждали восьмое задание из списка нужно выбрать те металлы которые реагируют с водой при обычных условиях как по-вашему какие металлы давайте просуждаем я думаю что можно включить звук вот и если у кого-то есть такая возможность видимо кто-то только через чат может до присылать вопросы или ответы вот итак смотрите-ка с водой взаимодействует на наверное большинство щелочных металл правильно и не только калий но и рубить а барий и магний это активный щелочные земельные металлы наверное они тоже могут взаимодействовать с водой не столь и не столь энергично но тем не менее а вот алюминий алюминий здесь стоит несколько особняком в отсутствие щелочи он практически не будет вытеснять водород из водород из воды но все радикально поменяется если добавить там водород будет очень бурно выделяться значит здесь что получается несколько особняком стоит алюминий вот эту особенность нужно подметить и смотрите-ка это находится в принципе в соответствии с той табличка которую мы с вами который мы с вами рассмотрели так ли девятое задание из предложенного списка металла выберите те которые не реагируют не реагируют не реагируют со щелочами какие вещи какие металлы не реагируют со щелочами как только заходит речь о взаимодействии металлов со щелочами нас всегда наверное на первый план выходят такие амфотерный амфотерный металл нам нужно смотреть найти амфотерные вот они то уж точно будут взаимодействовать и тогда наверное скорее методом исключения определиться с другими смотрите как магний рубидий алюминием фатерный кальций это активные щелочные щелочноземельные они со щелочами взаимодействовать не будут да а вот бериллий он в общем там фатерен а алюминий еще более фатерен эти будут взаимодействовать значит правильным ответом является что магний рубидий и кальций ну насколько я логику этих заданий смог оценить очень часто там да и я думаю со мной согласитесь большая роль приставки не который взаимодействует или который не взаимодействует другими словами это чем-то напоминает внимание то есть пропустил человек и задумался пропустил и упустил из виду частичку не до отрицательную отрицающую частичку и все согласны ли со мной то есть те металлы которые взаимодействуют мы их нашли и мы готовы написать да вот они алюминий бериллий но нас требует нас требуют те которые не взаимодействует стало быть грубо говоря негативное изображение нужно сделать позитивно то есть бериллий рубидий кальций они не взаимодействуют вот по такому принципу но тем не менее в основе правильного ответа будет действительно лежать что то что вы хорошо ориентируетесь вот свойства активных мало отдельным фатерных металлов вот ну и совсем не активных хорошо давайте попробуем следующее задание из приведенного списка веществ выберите такие которые взаимодействуют с медиа число верных ответов может оказаться любым ну то есть нас карбланш выбираем то что нам что что мы сочтем нужно итак медь взаимодействует с разбавленной азотной взаимодействие с концентрированной азотной тоже взаимодействует то есть азотной в любой степени в любой концентрации соляной кислотой раз это не металл до водорода то вытеснять водород из соляной кислоты это вещество это этот металл не будет действительно медь в соляной кислоте наверное не растворим такая же ситуация и с бромоводородной кислотой фосфорная кислота очень разбавлены по первой ступени достаточно сильная но она окислительными свойствами не обладает что было бы акте актуальным случае значит соляная бромоводородные и фосфорные кислоты с медью да как металлом после стоящим в ряду после водорода взаимодействовать не будут значит у нас только два варианта разбавленная азотная и концентрированная азотная согласно ли то есть на малоактивные металлы после водорода могут подействовать только кислоты которые обладают окислительной активностью то есть окислительным выступает кислотный остаточек на нее водород если мы возьмем например цинк он наверное со всеми до кислотами но нам дано ведь хорошо а вот как кстати ниже приводится цинк нужно указать те вещества которые взаимодействуют с цинком разбавленная азотная да конечно взаимодействует лабораторный способ получения водорода с очень разбавленная азотной пожалуйста с бромоводородной она еще сильнее чем соляный пожалуйста серная разбавленная взаимодействует и видите тут щелочь стоит особняком но цинк что амфотерный металл он будет взаимодействовать и со щелочью значит получается что составитель указал все реагенты да то есть для в этом случае все реагенты все все химические вещества будут взаимодействовать с правильным ответом являются все пять позиций согласны ли или в этих рассуждениях есть что-то с чем вы не согласны хорошо она секундочку представим друг перед нами железо щелочью она не взаимодействует да потому что это не амфотерный металл с бромоводородный пожалуйста соляный пожалуйста серный пожалуйста и если бы здесь была азотная кислота не очень разбавленная концентрированная то возможно этот момент и был бы значок температуры то есть при пониженной температуре при нагревании бы железо взаимодействовала но при комнатной температуре сконцентрированной азотной реакции скорее всего не шло то есть явление пассивации вмешивается плюс то что металл не амфотерный это бы несколько изменил систему ответ следующий вопрос 21 вопрос из приведенного списка веществ выберите два таких которые взаимодействуют с нитратом железо 3 что можно можно сказать о нитрате железо 3 малорастворимое до слабое основание ой прошу прощения нитрат железа значит соль 3 валят железо 3 валентное 3 валентное железо проявляет ну что определенная окислительную активность демонстрирует то есть умеренный но все-таки окислитель и переходить будет 2 валентное железо а что касается реакции ионного обмена возможно то есть при наличии гидроксид иона в растворе конечно железо перейдет мало растворимый гидроксид железа то есть мы должны иметь ввиду что наличие 3 гидроксид иона в растворе или щелочной среды другими словами либо же наличие потенциального восстановителя что запустило бы реакцию в и так железо а все-таки железо у нас восстановитель поэтому 3 валентное железо будет взаимодействовать с элементарным с образованием соли 2 полет допускается взаимодействие смотрите-ка нитрат серебра и 3 валентное железо кислитель и котен серебра достаточно тоже по силе близкий окислитель два окислителя встречается наверное ничего не произойдет нитрат меди двух валентных опять же если бы была элементарная медь железо бы растворила до перевела бы медь 2 валентное состояние а так наверное ничего не происходит но элементарной меди уже есть значит у нас уже две позиции есть первая и четвертая а с хлоридом хрома как по вашим трех валент что-то возможно сразу вот так вот на вскидку не скажешь хлорид хрома 3 дальше софи как вы считаете будет ли взаимодействие скажем так для хрома 3 валентное состояние очень устойчив чтобы перевести его в 6 валент на это нужно очень хороший а железо 3 валента такими свойствами не обладает поэтому наверное здесь взаимодействие скорее сомнительно то есть железо иметь элементарное состояние железо будут с нитратом железо взаимодействовать это будет овр а вот обменная реакция какая-то здесь как таковая не не получается 22 задание из приведенного списка выберите два таких вещества которые взаимодействуют с нитратом железо двухвалентного что можно сказать теперь о двухвалентном железе до 6 как вы считаете двухвалентное железо какими свойствами обладает ну если трехвалентное железо это умеренный окислитель то сопряженная до сопряженная значит участвует в этой сопряженной редокс паре железо двухвалентное оно будет хорошим уже достаточно хорошим восстановителем поэтому нам нужно поискать окислители азотная кислота хороший окислитель а вот серная кислота представлена скажем так в двух номинациях разбавленные концентрированные только концентрированные будет обладать хорошими окислительными свойствами ну и более-менее сносными разбавленное действовать не будет то есть сирна кислота концентрирована и азотная они действуют как окислители и они с нитратом железу будут у двухвалентом взаимодействовать нитрат железо 3 получается что двухвалентное железо трехвалентный окисляете двухвалент этому такого не будет то здесь взаимодействие тоже нет четвёртым случае и нитрат цинка смотрите ка оба металла в двухвалентном состоянии. Наверное, тоже здесь взаимодействия как такового нет. Значит, только рассматриваем возможность ОВР, да, и если бы была, например, щелочная среда, что, возможно, перевело бы железо в двухполентную гидроксид, тогда мы еще бы отметили один реагент. Но щелочного реагента здесь нет. Значит, из кислот, из кислот только окислители будут взаимодействовать с нитратом железа 2, переводя его в триохвалентную среду. Вот логика этого задания. Тридцатое задание. Из переведенного списка нужно выбрать два таких вещества, которые взаимодействуют с нитратом меди в водном растворе. Нитрат меди. Что можно сказать о двухвалентной меди? Как окислитель, это слабенький окислитель, но все-таки окислитель не совсем обладает. Но перевести, например, медь в трехвалентное состояние, это нужно уже очень сильный окислитель. Такого здесь практически, наверное, и нет. Да и мы, наверное, не будем рассматривать такую возможность перехода в трехвалентное состояние, потому что это действительно экзотика. Значит, либо обмен, либо обмен, либо восстановление нитрата меди. Вот логика задания. Перекись водорода. В общем-то, хороший окислитель. Хотя и обладает окислительно-восстановительной двойственностью. Но перевести медь в трехвалентное состояние, ему поров не хватит. Значит, с перекисью водорода здесь, скорее всего, ничего не произойдет. Грубо говоря, встречаются сильный и слабый окислитель, но не восстановитель. Серная кислота, разбавленная с нитратом меди, тоже практически ничего не даст. А вот серый водород вполне возможно, что и даже невозможно, а провзаимодействует, потому что соответствующий сульфид меди двухвалентной малорастворимый соединение. Значит, обмен здесь более чем возможен. Хлор. Ни перекисьи водорода, ни хлору не хватит в короху, чтобы перевести нитрат меди-2 в соединение, например, оксид трехвалентный. Боюсь, что такого не произойдет. А вот ядид-йон очень хороший восстановитель. И с медью, с нитратом, с иними двухвалентной меди взаимодействие будет, причем оно будет очень специфическим. Маленькое домашнее задание. Посмотрите, как взаимодействует медь с ядид-йоном. Вы увидите, что в осадочек выпадает однойодистая медь, купром-йод, а еще раствор, конечно же, приобретает бурую окраску за счет выделения молекулярного йода. Вот эту реакцию, я очень прошу, в качестве домашнего задания проработается. Почему? Потому что медь, вступая в двухвалентное выкислительное-восстановительное взаимодействие, только с ядид-йоном, с всех других галлогенид-йоном. С хлором и с бромом такого уже нет. Эта реакция частенько пропадает в ЕГЭ. Так что проработайте ее, пожалуйста. 31-е задание. Давайте посмотрим. Выбрать нужно те пары реагентов, между которыми в водном растворе протекает реакция с выделением газа. Смотрите, карбонат свинца и нитрат железа-2. Карбонат свинца – малорастворимое соединение. И разве что кислота могла бы вытеснить углекислый газ. Но здесь этого нет. Карбонат калия и нитрат железа трехвалентного. Скажите, пожалуйста, что можно ожидать в этом случае во втором? Довольно интересный случай в том отношении, что карбонат калия обладает щелочной средой. Это в случае гидролиза по аниону, а нитрат железа довольно прилично гидролизован по катиону. Это кислая среда. Дарья, Софья, как вы считаете? Сергей, Полин, все участвуем в обсуждении этого момента. Две гидролизованные соли по катиону и по аниону. Хорошо, я бы на вашем месте сейчас посмотрел, что есть в табличке растворимости напротив трехвалентного железа и карбонат иона. Вы наверняка уже, не наверняка, а стопроцентно замечали, что в табличке растворимости есть прочерки или пустые клеточки. И внизу подписка, что соединений не существует. А что значит не существует? Я бы с легкостью написал карбонат железа трехвалентного, и действительно такой соединений можно получить, но только из водного раствора его получить невозможно, потому что гидролиз идет до конца и по катиону, и по аниону. И действительно, если мы смешаем два раствора, будет выделяться соответствующая слабая кислота угольная, значит, СО2 все-таки выделяется. То есть второй пункт мы отмечаем. То есть идет реакция. Смотрите-ка, щелочью действует на карбонат аммония. Это третья позиция. Если на соли аммония подействует щелочью, вытесняет сильное основание, вытесняет слабое. Аммиак все-таки газообразное вещество. То есть хоть он и растворим достаточно хорошо, но если на твердый карбонат аммония подействует твердым концентрированным раствором, значит, щелочью и натриев действительно пойдет в выделение меха. То есть эту позицию тоже имеет смысл отметить. Ну и, наконец, четвертое и пятое. Как по-вашему, где будет выделяться газ? Сергей, Дарья, Софья, как вы считаете? Именно нужно порассуждать. Вот если у нас будет час рассуждения, это много вас стоит. Вспоминаем. Со щелочами какие взаимодействуют металлы? Четвертый мне сообщает. Правильно. Только амфотерный. Не щелочные, не щелочноземельные. Ну, за исключение, может быть, берилий, но он к щелочноземельным не особенно относится. Амфотерный. Медь, конечно, не обладает амфотерными средствами. То есть только четвертая позиция. То есть видите, насколько разноплановые эти реакции. Где-то гидролиз. Где-то слабый вытесняет сильный. Или же взаимодействием ОВР, взаимодействием амфотерного металла со щелочью. То есть составители потрудились. Ну, не в том плане, чтобы запутать вас, но все-таки сделать действительно задание таким интеллектуальным. Еще раз хочу сказать, успех во всех этих мероприятиях нужно просто порассуждать. Тогда картина проясняется. Нужно выбрать окислитель в этом ряду. Сульфид, хромат, перманганат, карбонат, сульфид. Как по-вашему? Хорошими окислительными свойствами обладают, или только, вернее, обладают окислительными свойствами. В рамках ОВР мы с вами рассуждали. Окислители – это вещества, содержащие элемент в максимальной степени окисления. Я вижу только два. Как по-вашему? Ну, один, хотя нет, не в максимальной, но все-таки в одной из высших степеней окисления. А у другого – действительно, в максимальной степени окисления. Ну, кто как думает? Сразу уговаривается. Видите, выберите только две частички. Кто-то бы сказал, можно и карбонат, раз он в степени окисления плюс 4. Но какими окислительными собственно обладает карбонат? Минимальными, правильно? Манганат – очень хороший окислитель. И хромат – тоже очень хороший окислитель. То есть, наверное, мы бы выбрали вторую и третью позиции. Теперь о окислительно-восстановительной двойственности поговорим. Какие вещества могут быть как окислителями, так и восстановителями? Это уже 19-е задание. Как по-вашему? Софья, Сергей, Дарьи. 3 и 4. Нитрит. Действительно, нитрит обладает хорошей окислительной восстановительной двойственностью. Он может и восстановиться до ино, и окислиться до нитрата. Пожалуйста. А вот 4. Хлорид ион. Он может только, извините, окисляться, а восстанавливаться он не может. Азот 3-, тоже аммонийный азот, тоже может только окисляться. Перманганат в максимальной степени окисления может только восстанавливаться. А вот хром 3-хвалентный, он может восстановиться как до 2-хвалентного, так и окислиться до 6-хвалентного состояния. Значит, все-таки первая позиция и третья. Понятно ли? Помнится, я вам советовал изображать шкалу окислительных чисел. Если мы садимся, например, в какой-нибудь маршрут какой-нибудь автобуса, нам вообще бы неплохо знать, а куда он идет? Конечные остановки, правильно? Так вот, здесь точно так же знать конечные остановки, то есть минимальную и максимальную степень окисления. А уж если элемент здесь имеет промежуточную степень окисления, значит, есть теоретическая возможность как окислиться, так и восстановиться. То есть окислительно-восстановительная двойственность проявляется у тех соединений, которые содержат элемент промежуточной степени окисления. Здесь это только хром и только азот плюс 3, в составе нитрит и иона. В остальных случаях Это либо максимальная, либо минимальная степень окисления. Смотрите-ка, ну вот задание, которое уже требует, наверное, действительно навыков, как в составлении реакции ОВР, так и в знании свойств, причем в разных степенях окисления. Давайте с 34-го начнем. Перманганат. К нему добавляют сульфид натрия и к тому же раствор подкисляют. Мы с вами рассматривали восстановление перманганата в кислой среде. Сульфид натрия – хороший подходящий восстановитель. Реакция происходит быстро и практически происходит полное обеспечивание раствора. При восстановлении в кислой среде марганец переходит в двухвалентное состояние. Раз мы использовали серную кислоту, значит, у нас образуется сульфат марганца двухвалентного. Значит, наверное, четвертую позицию можно было бы выбрать – сульфат марганца. Правда, не указывается степень окисления, но это можно считать недостатком или намеком составителя на то, что мы сами должны определиться степень окисления. А дальше действует щелочью. Все-таки марганец дает малорастворимое гидроксид, гидроксид марганца-2. Это уже становится, в общем-то, наверное, задумка составителя, потому что указаны два гидроксида. Речь, скорее всего, идет о гидроксиде марганца-2 валентного. Вот если дальше бы на гидроксид марганца-2 подействовать, например, кислородом воздуха, тогда действительно уже возможно образование даже не гидроксида марганца-3, а двуокиси марганца. Прошу прощения. Белый осадочек гидроксида марганца быстро на воздухе в щелочной среде буреет. Тогда уже можно третью реакцию написать. Ну, мы определились с выбором, да, то есть это 4 и 2. Тридцать пятое задание. На трехокись хрома, или точнее полуторный оксид хрома, оксид хрома-3, действует хлором в щелочной среде, а потом на продукт действует чем-то и получает бихромат. Кто как думает. Кто как думает. Дарья, Софья, Сергей, как вы считаете? Хлор в щелочной среде – это очень хороший окислитель. Он позволяет даже перевести хром в трехвалентный. В какую степень? Раствор становится потихонечку из зеленого, становится желтым. Даша, вы написали. Ну, смотрите-ка, у нас есть две позиции. Оксид хрома-4, но это какая-то диковинная степень окисления. Оксид хрома-6-ти валентного еще существует. И есть хромат натрия. Вот действительно, желтая краска раствора будет обусловлена хроматом натрия. А дальше, чтобы перейти от хромата к бихромату, хроматы существуют в щелочной среде, а бихроматы существуют в кислой среде. Значит, нужно подействовать кислотой. У нас только одна есть, серная кислота. Подкислив раствор, мы действительно увидим, как желтая окраска переходит в оранжевую для хроматы. Вот когда вы поступите, и все эти реакции будете проделывать, в штативе вы быстро научитесь отличать хромат от бихромат. Один желтенький, соломенно-желтый, другой оранжевый, окрашен в оранжевую, то есть имеет оранжевую окраску. Их легко отличить. Их отличает среда, то есть один существует в щелочной среде, другой существует. Да, первый правильный ответ, то есть Х это хромат натрия, а Y это серная кислота. Дальше, подкислив раствор хромата, мы получаем, видим, как желтая окраска переходит в оранжевую для хромат. Все верно. Ну и, наконец, остались задания, которые действительно, видите, уже 81-е задание. Сложность у них потихонечку растет. Давайте порассуждаем. Нужно установить соответствие. С каким набором реагентов будет данное вещество взаимодействовать? Хромат калия. Хромат калия. У хромата калия он может вступать в обменное взаимодействие, то есть образовывать малорастворимые хроматы переходных металлов, в частности серебра, свинца. Он может, безусловно, участвовать в ОВР в качестве окислителя. И, наконец, мы сейчас выяснили, что подействовав кислотой, он может переходить в бихромат. То есть мы ищем восстановитель, мы ищем какой-нибудь тяжелый металл, и мы ищем кислоту. Смотрите-ка, первая позиция. Первая позиция. Соляная кислота. В принципе, как восстановитель, возможно. Конечно, перекись водорода тоже возможна. Окислительная и восстановительная двойственность. Хромат будет пососнять кислород. А серная кислота действительно подкисляем и сможем перевести хромат в бихромат. То есть первый вариант вполне очень даже возможен. Однако, если проанализировать потенциалы, то есть насколько хромат может вытеснить перекись, кислород из перекиси, скорее наоборот, трехвалентный хром переводили перекисью в хромат. То есть первый вариант, видите, подошел бы. Но попробуем рассмотреть еще что-то. Вариант 2. Бромоводородная кислота. Как кислота, пожалуйста. Но кислород дальше ничем не окислит. Получается, встречаются два окислителя. Ничего не получится. Восстановить хромат водородом теоретически возможно, но на практике я как-то не сталкивался. То есть один только кислород. Присутствие кислорода исключает эту позицию. Дальше, смотрите-ка. Карбонат калия как таковой не взаимодействует. Йодистый калий – хороший окислитель. Восстановитель сероводород – хороший восстановитель. То есть карбонат калия здесь, честно говоря, опять же исключает эту возможность. И смотрите, четвертая позиция. Сероводород – хороший восстановитель. Сера вытеснится, пожалуйста. Азотная кислота и серная будут выступать как кислоты, переводя хромат в бихромат. То есть наиболее вероятно 4 с какой-то определенной оговоркой 1. Нитрат свинца. Нитрат свинца. Смотрите-ка. Хлорид свинца мало растворим. Сульфат свинца мало растворим. А вот с перекисью нитрат свинца взаимодействовать практически не будет. То есть первый вариант, грубо говоря, не подходит. Второй вариант. Наличие там кислорода тоже фактически никак исключает этот вариант. Да и бромоводородная кислота. Разве что только бромистый свинец образуется мало растворим. А вот с водородом нитрат свинца не взаимодействует. Третий вариант. Нитрат свинца с карбонатом калия даст. Мы бы записали с вами что? Карбонат свинца. А в реальности образуется основной карбонат свинца. Вот если кто-то ходит в художественную школу, есть краска свинцовой белила. То есть основная компонента химическая – это основной карбонат свинца. Плюмбум, ООН, все дважды, СО3. Йодистый калий. С нитратом свинца дает красивый золотистый осадочек. Посмотрите в табличке растворимости. Йодистый свинец. Красивый золотистый осадок. И сульфид свинца черного цвета. То есть третья позиция очень даже бы подошла для нитрата свинца. Ну и, наконец, гидроксид хрома-2. Смотрите-ка, хром у нас существует в трех степенях кисления. 2, 3 и 6. Трехвалентный наиболее устойчив. Он может как-то быть… Даже он не тяготеет ни к окислению, ни к восстановлению. Но 6-ти валентный хром – сильный окислитель. А 2-х валентный хром – сильнейший восстановитель. Значит, нам нужно искать окислитель. И поскольку это гидроксид, наверное, кислоту. Смотрите-ка, соляное и серное присутствуют в первой позиции. И перекись водорода тоже очень хорошая истинность. А гидроксид хрома – хороший восстановитель. То есть явно, что напрашивается первой позиции. Второй вариант отпадает, потому что там есть водород. Два восстановителя сталкиваются. Третья позиция исключается, потому что два гидроксида, точнее, два вещества, которые диссоцируют по основному типу. У карбоната калия щелочная среда, да и у гидроксида хрома, то есть это малорастворимый гидроксид. Получается, что только четвертая позиция в какой-то мере сработала, две кислоты. Но сероводород с гидроксидом хрома, слабая кислота со слабым основанием будет взаимодействовать с трудом. Поэтому, наверное, только первый вариант. Как по-вашему вот такого рода задание, попадись оно вам на ЕГЭ, осилите? Софья, дарим. Да, трудновато, но смотрите-ка, мы анализируем хромат, окислитель плюс возможность обменного взаимодействия. Нитрат свинца почти только обменные процессы. А гидроксид хрома, помимо обменных процессов, еще и возможность, то есть выступает как восстановитель. Значит, мы ищем окислитель и кислоту, раз это гидроксид. То есть, что мы хотим, что нам нужно? Грубо говоря, мы идем в магазин со списком того, что нам нужно. И берем то, что нам нужно, и не берем то, чего нам не нужно. Если нам это то, что нам не нужно, предлагают. Вот такая логика, пусть несколько примитивная, но все-таки, житейская, но все-таки должна как-то способствовать ответу на этот вопрос. Еще одно, еще один, но, наверное, последний. И я тут, видите, привел ссылочку на страницу, где я все это беру. Остается, ну давайте порассуждаем, а дома вы постарайтесь сами ответить на этот вопрос. Смотрите-ка, азотная кислота, что она из себя представляет? Это хороший окислитель, и не говоря о том, что является сильной кислотой, правильно? Значит, нам нужны в этих рядах, да, с одной стороны основания, с другой стороны восстановители. И если уж не очень хороший восстановитель, то, по крайней мере, вещества, обладающие хорошей, ну, или типичной окислительно-восстановительной двойственностью. Постарайтесь найти для азотной кислоты нужные вещества. То есть, если она выступает как окислитель, и она выступает как кислота. Марганец, металл, достаточно активный, будет взаимодействовать с кислотами, но он не амфотерный, поэтому со щелочами не взаимодействует. И любые окислители, не металлы, на него, в общем-то, действуют, правильно? То есть, электроотрицательный элемент. То есть, взаимодействует с металлами, причем как разбавленными, так и концентрированными, и взаимодействует с не металлами. Поищите эту позицию. И, наконец, буковка В. Дихромат натрия. Очень хороший окислитель. То есть, нужно подыскать хорошие восстановители. Это раз. А во-вторых, дихромат может взаимодействовать с тяжелыми металлами. С серебром, с бареем, с чем еще? Со свинцом, с образованием. Но не дихроматов, а хроматов этих металлов. Выпадают красивые, или кирпичного цвета осадки, либо желтого цвета осадки. Например, вот, дам подсказочку. Флористый баре будет взаимодействовать с дихроматом, с образованием хромата баре. То есть, желтый осадок выпадает. То есть, постарайтесь найти, решить это задание. И вот на этой страничке Science4U, наверное, знакомый для вас ресурс, знакомая страница. Там вот эти вот тематические задания, они есть, и я их, собственно говоря, брал оттуда. Самое главное во всем этом предприятии – порассуждать. Порассуждать. Ну что, я благодарю всех за внимание. Обращаюсь к слушателям. Год для вас будет судьбоносным. Поэтому, вот, удачи вам в подготовке, в сдаче ЕГЭ. Вот. Думаю, что все будет нормально. И вам нужно обязательно в этом быть уверенным. То есть, идете с уверенностью, что все будет хорошо. Ну, конечно, нужно подготовиться. А здесь потихонечку, потихонечку. Вот. Каждый вопрос разбирается. Так что, всех с наступающим, с приближающимся Новым годом. Успехов всем. Вот. И всего наилучшего. Спасибо за внимание.